С вами вечерняя прогулка, и также мы с вами подведем итоги голосования и разберем, почему нам с вами невыгодно завидовать другим людям, и почему нам выгодно радоваться за других. В общем, сегодня я проводила опрос, можете ли вы радоваться искренне, без зависти за других людей. И благодарю за вашу честность, и где-то 50% ответили, что не всегда. Смотрите, давайте это разбирать. Что такое зависть элементарно? Это то, что нам тоже хотелось бы так же, или иметь тоже, или жить так же, или быть счастливыми. Неважно, в связи с чем связано это чувство зависти. Но зависть это то, что я тоже так хочу. У каждого нашего чувства, у каждой эмоции есть определенная частота колебаний, так называемые вибрации. Так вот, у чувства зависти очень низкие вибрации. И несмотря на то, что вы как бы завидуете чему-то тому, чтобы вы тоже хотели иметь в своей жизни, но эти вибрации будут очень низкими, и они будут не совпадать с вашими желаниями. Поэтому пока вы завидуете другим людям, вы априори никогда не сможете дойти туда-туда, к желаемому результату. Потому что Вселенная не различает то, что внутри на самом деле вы, может быть, этого хотите, но вы завидуете. Вселенная только улавливает вот эту вот частоту колебаний, негативной энергии, потому что эта энергия все-таки негативная. Да, если мы рассматриваем по шкале, низкие вибрации, они идут ниже, относятся к негативным. Высокие, они все идут выше и выше, и выше, и выше. Поэтому, ребят, в наших же с вами интересах научиться искренне радоваться за других людей. Например, у меня с детства не было чувства зависти. Господи, слава тебе Богу! Я, ну, наверное, практически никогда этого не испытывала. Но у меня, например, могло быть следующее. Я могла не завидовать, когда у кого-то что-то там получалось, случалось. Я могла, например, осудить. Да, вот так вот про себя подумать. Ну вот, они вот там такие-то. Это там инфо-цыгане. Это там еще кто-либо. И все равно это были низкие вибрации. Да, осуждение, непринятие. И в какой-то момент, благодаря моей собственной осознанности, работе с сознанием, у меня произошел шифт, перемена. И посмотрев в очередной раз на тех же людей, которых я раньше осуждала, я вдруг стала радоваться за их успехи, за всю их деятельность, за все их какие-то там, скажем так, показные выступления. А потому что для себя лично я поняла, что у них тоже есть на это право, как и у любого человека в этом мире, заниматься тем, чем они хотят. Ибо нет и не должно быть никаких ограничений в этом мире. Каждый может творить, создавать, придумывать и делать абсолютно все, что угодно, все, что он хочет. Как только я это поняла, приняла, естественно, я вышла на другие, более высокие вибрации. Естественно, моя жизнь стала меняться к лучшему. Начали появляться новые знакомые, люди из совершенно других ниш. Начали приходить ко мне совершенно нового уровня люди, которые со мной работают, мои клиенты, студенты. Только потому, что я изменила вот эту вот перспективу и произошел вот этот шифт, скачок сознания. И я просто стала радоваться за все и всех, за любого человека. Поэтому, дорогие, если вы хотите, чтобы ваша жизнь менялась к лучшему, а все мы хотим всегда лучших условий, лучше себя чувствовать, больше себе позволять, переходите на более высокие вибрации, учитесь искренне радоваться за других людей. Я до такой степени сейчас радуюсь за людей иногда, что я прям хлопаю в ладоши. Я могу попрыгать. И слух я говорю, если они это могут, то я тоже могу. Если у них это есть, то у меня тоже это может быть. И это не потому, что мне нужно быть, как они, ни в коем случае. Но у меня тоже есть какие-то свои желания, цели, о которых я хочу достигать. И радоваться за достижения других помогает мне осознавать, что это также возможно для меня в моей жизни.